Поехали. Приветствую, Марина, приветствую. Приветствую, Хасай. Это просто так хорошо, что мы с тобой познакомились. Это так замечательно. Дорогие друзья, с нами сейчас у нас здесь Марина. Марина, ну вот скажи свою фамилию удивительную и скажи, чем ты занимаешься, в двух словах. Да, очень приятно, Хасай, вы так замечательно представляете, что невольно чувствуешь себя как дома. Меня зовут Марина Чонкова-Морская, и я занимаюсь возвращением естественного голоса человека, такой, который был дан нам каждому по рождению. Господь вручил нам каждому по рации, говорит, вот теперь не потеряешься. И мы держали связь. И вот эту связь с самим собой естественным я и, собственно, занимаюсь. Возвращаю, убираю зажимы психологические и физические с голоса, и человек звучит совершенно иначе. Да, и долго надо этому учиться? Ну, так получилось, что я уже, опыт у меня с 13-го года. Это учишься. Да, вот сколько ты учишь людей, чтобы они могли вот зажимы снять и петь, так хотят, так петь, как шалят, забыли, как... Сколько надо, чтобы они... Расскажи про свою школу. Пускай все наши знают, в нашей школе человек будущего и в твоей школе. Как твоя школа называется? Моя школа называется «Школа мастеров природного голоса». Мы обучаем мастеров, которые владеют искусством общения. Это не только пение, это сначала нужно говорить красиво, научиться говорить, а потом просто противогласные можно красиво петь. Потому что, когда ты говоришь красиво, ты говоришь только тогда красиво, когда это твоё естественная природа. И тогда она отражается в голосе, как вот сейчас вы, Хасе, предложили, ну, экспромт, спонтанно. То есть мы не готовились с вами, а когда идёт естественная человеческая душа, раскрывается, ему хочется, как вот мы вечером, когда с близкими, как вот с дочерьми, с сыновьями, да, нам всегда говорится немножко низкими тонами, да, и у нас сердечность раскрывается, мы с людьми, которым любим, которым нам тепло, а это в нашем отражается голос, и мы звучим вот так вот, естественно, самим собой голосом сердца. Эти связки зависят от нашего нервно-психического напряжения. Ты обучаешь Марину тому, чтобы человек научился раскрепоститься, снять нервно-мышечную зажатость, и у него тогда раскрывается именно природное естество, мы называем это в нашей школе «Человек будущего» «Состояние внутренней свободы». Состояние внутренней свободы, когда он может творить, созидать, ну, в данном случае ты говоришь о том, чтобы петь, да, и вот так вот петь, как шаляпин, да, вот как он. Да, техники шаляпин, как раз они входят в одной части, в составляющие методики, да, которые я, мне с Божьей помощью посчастливилась создать. Да, и, Хосе, вы прямо видите суть, корень, не нужно ничего объяснять, именно так. Да, человек раскрепощается, он просто понимает, возвращает себя от того настоящего, когда он был открытым, искренним и настоящим, и выражал эмоции печали и радости так же ярко, ну, потому что жизнь нас сойдет из красок, она не только в радости, она и... То есть бывает такой случай, когда, например, я помню, когда я выпивал немножко, вот обычная петь не вообще, я стеснялся, зажимался, зажимы, я думал, как правильно спеть, а тут, когда немножко пива выпивши, я всегда пел с друзьями песню, и лежит у меня на ладони незнакомая наша рука. Ну, широко, да. Панаса была другая, ненатянутая, и все было получше. Ну, а ты их обучаешь это делать, чтобы они без 50 грамм это могли делать. Это точно. Мы не пиваем перед занятиями, это точно, только воды. Я почему про 50 грамм говорю? Потому что на самом деле люди придумали алкоголь, именно потому, что они нуждаются в раскрепощении. Но поскольку они не знали этих техник, как это можно делать, они вот создали виноделие, есть 50 грамм для храбрости, а есть бутылка, чтобы вообще отключиться и все послать нафиг, чтобы мозг восстановился. Ну, там это чреватый путь, потому что как только ты искусственным способом это делаешь, у тебя появляется зависимость, потому что фабрика эндорфинная выключается, и у тебя появляется пристрастие. Тебе все время теперь нужно дополнительно этот алкоголь там и еще что-то. А вот если бы все люди знали, как ты обучаешь, они бы и пить бросили те, которые пьют, и праздник бы имели и без алкоголя, и чувствовали себя свободными. Да, особенно и в пении. Наверное, много вокалистов у тебя, которых ты научила, да? Есть и вокалисты, да, Хасай, но основно, то есть причем удивительные люди, которые имеют волшебные голоса. Вот Галина Хакимова, она супруга, есть один известный психолог, который по всему миру у него ученики, Александр Хакимов, не знаю, может быть, слышали. Вот, и мне посчастливилось как бы с ними общаться и даже горжусь знакомствой, дружбой с ними. И вот она имеет такой волшебный голос, у нее практически волос природы. Вот она, когда поет, это просто невероятно. И она заинтересовалась, понимая, что ее улучшение, ее понимание себя настоящего, если она будет работать над своим голосом, ей интересовалась тема себя раскрыть, свой природный голос, «Что я такое?» И мы с ней через час после занятий, она вышла на сцену, так получилось, что они пригласили меня на ретрит, я мастер-класс там проводила, и она запела и говорит, «Марина, вы слышали?» «Слышали?» «Вамечательно, да-да-да-да». Это удивительно, как люди, имея такие голоса, такие способности, не останавливаются, а продолжают изучать себя, исследовать, а что я могу еще? Не останавливаются. Вот это люди, которые в основном и приходят ко мне. Другие, то есть ко мне вот все настоящие приходят, кто-то хочет сказки рассказывать внукам, 72 года женщина пришла и говорит, а у нее уже хороший голос. Я говорю, «Как вы?» Ну, в общем, очень много интересных людей, которые хотят развивающиеся, активные, творческие, которые хотят еще больше, не останавливаться. Слушай, вот если ты случайно, может быть, смотрела у меня в Фейсбуке или ВКонтакте последние посты, и у меня там как раз есть такой момент, что когда человек разрывает шаблоны, привычные шаблоны, которые создаются у нас в практике нашей культуры, поведения, стереотипов и так далее, когда он разрывает, у него открывается вот это состояние. И мне кажется, что Шаляпин, когда он писал или говорил о том, что песня – это и есть распевная речь, распевная речь. Что он имел в виду? Вот поскольку я психофизиолог и глубоко копаюсь, я такой серьезный, такой дотошный специалист, то я нашел в этой фразе большой смысл, еще больше, чем вокальный. То есть я нашел, что он, когда, например, человек свою речь, вот, допустим, я говорю, я буду разрывать сейчас шаблон и буду обычное действие, например, говорение, делать необычным для себя способом. Например, я буду говорение распевать. Вот я буду говорить медленно, 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 еще медленнее, еще медленнее, еще медленнее, Ещё медленней, ещё медленней, ещё медленней. И через это я выхожу на состояние, когда снимаются другие нервномышленные зажимы. И мне уже петь хочется, и весь с вами почти не знаком. Да, и пошло, и пошло. Например, можно обычные действия не по шаляпинской методике для пения, а для другое действие, например, для рисования или для физкультуры, чтобы разорвать шаблоны, обычное мы делаем необычным образом. Например, я двигаю рукой, это обычное действие. А если я буду очень медленно двигать это рукой, медленно, медленно, ещё медленней, ещё медленней, ещё медленней, не по шаблону, который у меня сложился автоматически, а по-новому делать, и в какой-то момент я отпускаю, и она уже сама идёт. То, что уже происходит разрых шаблона, я выхожу на состояние. У нас на этом стресс-то есть основа ключевая. Мы представляем, что мои руки расходятся автоматически, и у кого они не идут, который сразу туда не переходит, на состояние сфоколка. Рамочкой. Он может медленно-медленно их двигать, спокойно, медленно-медленно двигать, медленно двигать, и в какой-то момент отпустил, и они пошли сами. И он уже вышел на это состояние. Да, да. То же самое можно и на других моментах делать обычным, необычным способом. В этом и суть изобретения. Техника, раскрепощение. Станиславский всех своих актёров учил снимать нервно-мышленный зажим. Если бы он знал этот секрет, эту технику, что можно обычное какое-то действие делать необычным способом, этим разорвать шаблон и выскочить на другое состояние сознания, свободного потока сознания, и для пения, и для танца, и письмо на этом построено, на этом построено. Это очень-очень интересная область. Очень интересная область. Я так рад, что мы познакомились. Наверное, и твоя школа, и моя школа. Теперь это общая школа для всех людей. Дай Бог, чтобы это нужно было, да, востребованные людям. Ну, конечно. А вот те, которые хотят глубже, так они будут тебе специализированы приходить. Специально. А вообще я делаю с нашей школой, вот, человек будущего, Homo Futuros, бесплатный ликбез для всего народа. Самыми простыми приемами, чтобы они научились, чтобы каждый научился снимать нервномышечную зажатость, освободить себя от оков стресса, особенно сегодня, когда нужен иммунитет, стресс-иммунитет, и против коронавируса, и против бед, и против всех вот этих неприятностей. Сколько сегодня неприятностей, ты даже представить не можешь. У меня телефон все время работает. Все время люди звонят. У меня сын болен, у моей дочки кровотечение, у моего товарища, там, теща заболела, в больнице лежит. Ну, все сейчас в жутком стрессе. Так вот, если они начнут сейчас все делать так, как ты советуешь, это же не только для пения. То, что ты делаешь, я так полагаю, не только для пения. Нет, не совсем, да. Я не занимаюсь вообще. На преступление нужно. Да. Помогаю людям выстроить их естественную речь. Вот ту силу голоса, которую вернуть, которая была в детстве. Вот та 110... Естественная речь, это у тебя камертон. А на самом деле, чтобы человек становился естественнее, человечнее, открывал свои природные ресурсы, свои таланты и возможности, не только в пении. Ты, по существу, этим ключиком через пение выводишь его на состояние внутренней свободы. Конечно, конечно. Звучание совсем меняется, да. Это всем нужно, да. Это сегодня всем нужно. И что удивительно, так получается, вот у меня за эти годы, видимо, была способность чувствовать правду в голосе, когда он говорит, да. И вот сейчас, когда человек звучит, потому что упражнения у нас совершенно легкие очень. Ну, такие прямо, ну, просто элементарно даже ребенок может научиться. И я слышу, что, вот он говорит, белые сапоги. Вот он белый сказал правильно, а сапоги неправильно, да. Но это, правда, звуки. Это говорит он. Я говорю, что вот с белым хорошо, а вот сапоги у тебя что-то чуть-чуть давай. И у меня как бы сложилась такая психологическая методика, когда человек просто звучит, и я ему именно, давая его образы, его перевожу в правильное звучание, где он настоящий. И он тогда, и говорю, а, вот здесь отжать, вот здесь распустить, и он начинает, а, он, да, и у него все разжимается. И удивительно, в процессе вот этого отжима, то есть, в принципе, я как учитель физкультуры, я просто, который увлекается, допустим, изящными там, коллекционирую яйца Фаберже, да, вот эта изящная вещь, вот как у вас произведения, да, которые, ну, они удивительны, потому что они созданы в вашей уникальности. Они могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Но и Микеланджело, да, или, да, вот все прекрасные, которые нам известны, мировые, они тоже нравились, кому-то нравились, кому-то нет, потому что эта красота в ком-то считан, изначально заложено, что он видит эту красоту, как-то по замыслу Божьему, а кто-то не видит эту красоту, а он видит что-то другое. И вот это удивительное творение, когда человек сам открывает себя и вот через это раскрытие голоса, когда он выходит на себя, потому что эти маски, которые одеваемся мы, ну, чтобы как раз защититься от всего социума, да, мы просто вынуждены с детства, когда нам даже говорят, когда мы говорят маленьким детям, когда 110 дьерц звучит, и оно вообще неуправляемое, и родители вынуждены говорить, можешь не так сильно эмоционировать, спокойнее, надо просто мешать, но тише. И ребенок зажимается, и у него вот это уходит. И когда ребенок, когда уже взрослый человек, он на какой-то встрече, допустим, бизнес, сделки, он начинает говорить, у него вот это воспоминание, что ему сказали, тише, не эмоционируй. А он говорит про проект, и у него вот это воспоминание зашито в мышцах просто. И я отжимаю, и он говорит, а мне в детстве там говорили, тише, тише, вы прямо про меня говорите. Или там на какое-то выступление при людьми, да? Много блоков, много блоков. Да, и у него страх, и он говорит, я не могу вообще говорить, сколько много людей. И вот это начинает выходить, это вообще, конечно, удивительно. Интересный момент. Это же не производит у людей такого анархизма. Это наоборот. Дает ему выбор. Когда ему надо тише, он будет тише. А когда он может освободиться, он может освободиться. То есть ты даешь ему дополнительный ресурс выбора. Выбора. Конечно. Ты ему даешь выбор. У него же вот эти зажимы, и он начинает быть собой, и слышит свой голос, он снимает те запреты, которые ему даны были в детстве. Вот удивительно. Я сама удивляюсь, когда они говорят, ой, а у меня вот вспомнилось вот тогда, а теперь я чувствую, как отпускается. Одна девочка даже говорит, вот я говорю, у меня мышцы после бани. Они говорят, мы вчера напарились, и говорит, у меня мышцы, говорит, прям вот так вот отпускали. Я говорю, чувствую, то одна мышца. Представляете, насколько зажатость. А она говорит, даже в таком. Мне, говорит, прям было, хотелось сжаться, сжаться. А потом, говорит, я какую-то песню пропела, причем мою любимую, представляете, «Маленький принц» этот, знаете? Кто тебя выдумал, звездная сторона. Вот. И она говорит, и я, говорит, вот прям вот сначала закатилась. У меня прямо сразу состояние такое возникает. Ей-богу, прямо в руку. Да, молодец. Я начала, пустила сразу, пустила, говорит. И мышцы, говорит, сразу раз, после бани, вот она говорит, я даже не представляю, как это возможно. Мышцы, говорит, как будто, знаете, как будто, не знаю, кто там сидит, и тут там мышцы, говорит. Такой первый раз, она вся пережатая вообще. Она говорит, я на две семьи. То, говорит, там маме, здесь делаю. Я, говорит, вся разрываюсь. И потом она говорит, а что я бегаю? И у него начинается, я смотрю, для меня как история сказки. Я смотрю, я просто отжимаю мышцы людям, они мне рассказывают историю волшебства, преображения, что они говорят, я, говорит, не могу, я могу, я хочу что-то заняться. Я вот смотрю на вашу картину, она говорит, я хочу что-то рисовать. Я не могу, у меня руки куда-то надо вздевать, если у нее освобождается, вот то, что вы, мне как раз развалось. Ресурсы внутренние. Я сама все знаю. У меня есть у тебя серьезное предложение. Да. У меня есть внук Максимка, ему один годик. Один? Ух ты. Да. Я хочу тебя попросить, это мое предложение, так сказать, про дедушки. Про дедушки. Так, так, давай. Потому что этот Максимка, как раз это человек будущего, вот, homo futurus, так сказать. Так, ну, яблоко обычно, оно недалеко откатывается. Естественно, он будет наш ключ, метод знать, он будет синхрогимнастику знать, формулу Фа будет знать, все это будет знать. Он будет раскрепощеннее, способнее, чем мы все, и так далее, да? Ну, петь я тебя попрошу, ты его научи, хорошо? Ну, один годик, он что, говорит что-то? Его сейчас надо... Подрастет немножко. А, подрастет, конечно. Скажи, из какого возраста ты можешь обучать детей? С какого возраста? Ну, в принципе, дети, они, там немножко другая техника. Сначала нужно... Дело в том, что дети, мы, как все, мы, как бы у нас, как у всех живых существ, планеты Земля, есть зеркальные нейроны. И то, что мы, когда появляемся на свет, как будто, если она увидит, утят увидят первое, они станут, как бы, да, поэтому мы только отражаем то, что видим. Вот эти зеркальные нейроны, мы как бланш, то есть у нас все чисто, и нам боги наши, которые мы видим, и как они звучат, мы просто повторяем, то, что они есть. Вот есть музыка, если мы в концертном зале, где орган, мы, соответственно, под музыку Вивальди будем, под музыку Баха, Моцарта, да, и у нас будет другой настрой. Если же мы в шуме, в криках, или, ну, просто человек пришел с работы, и настроение у него какое-то такое, и, в принципе, нет голосов, которые настроены на свое природное звучание. Даже те, которые, ну, цитируют, ну, стихотворение читают, и же поют. Я как-то познакомилась с женщиной, которая наступала в, как называется, в посольстве в Венгерском, и она ученица образцовой была, покойной, царство небесное. Вот. И она потом, я говорю, я спросила, говорю, а как вот вы? Она, причем, говорит, у меня, на какое-то было собеседование, конкурс в Большом театре, ее взяли, она уже кандидат химических наук, или биологических. И она, говорит, получилось, и она начала обучаться, она заметила, и она у нее такой, очень серьезный, как раз такой глубокий альт, она говорит, ну, Марина, ну, вы понимаете, конечно, даже те, которые на оперной сцене, они 97% или 93% вообще не поют своими голосами. Она такая, у нее просто купаешься, вот, 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 я уже, говорит, не говорю про сцену, которые на сцене, да, эстрадной. Я говорю, да, надо же, она говорит, ну, конечно, то есть у нее такое вообще, то есть вообще люди, нас не учили это, это было до революции, когда специальные были музыкальные, и педагоги, и что, это вообще длинная история, откуда появилось именно природное звучание, потому что шарепин, который вы вспоминали, как раз техники, которые я использую, да, но еще плюс вот эта психологическая моя методика, когда я чувствую человека, и вот этот эталонный звук, я думаю, как он говорит, Станиславский, он тоже, наверное, хотел чего-то, на него не было возможности, хотя он говорит, я не верю, вот он был тоже наш человек, он сразу, да, то есть ты не можешь владеть, то есть он учил искусство, быть рабом, например, а выражать раба, то есть человек не становился рабом, он должен так сказать, чтобы люди поверили, он должен не соврать, он должен сказать правду, не будучи, не становясь тем, он должен красиво делать это. Да, конечно, но чтобы при этом быть внутри раскрепощенным, в заданной форме, внутри раскрепощенным, чтобы ему сама природа помогала. Да, да, чтобы он чувствовал. Это очень тонкий момент, то, что ты делаешь, это прямо священодействие, это я честно скажу. Да, я учитель скульптуры. На самом деле, ты же и переговорщиков можешь готовить, и ораторов можешь готовить, ты можешь готовить педагогов, педагогов разных дисциплин, потому что педагог, который имеет такой голос естественный, он же прямо завораживает всех, а когда ты любишь смотреть на человека, когда у него обаяние, ты лучше понимаешь, о чем он говорит, потому что в этот момент сенситивно переживаешь его мысли, его высказывания. И больно, да. Ты с ним постигаешь эту истину, о которой он говорит. Да, да. Вот откуда вы знаете? Потому что я вижу человека, я ему говорю что-то, он говорит, откуда, откуда, Марина, вы знаете, что я мечтаю об этом, об этом? Говорю, да нет, я не знаю, просто оно само идет. Конечно. Конечно, дети, они копируют просто родители, а родители не обучены. Они не обучены этому. Это же в принципе, человеку что, ему дай любое, ему дай палку от дерева, да, какую-то коляку, он превратит в него в шедевр, потому что у него есть видение. И то же самое, я просто помогаю людям, как вот в балете. Ну, все ходят, все там занимаются, ну, но сделать из себя искусство и своего тела и сыграть балет, показать, какая-то красивая, это же тонкая, то есть делать из кусочка там дерева, по бирже, да, сделать, вот так украсить. То же самое, я помогаю человеку делать, потому что это дано каждому человеку творить. То есть вот тебя есть, возьми, сотвори, будь Богом тоже в чем-то, покажи. И когда человек делает, именно из своего голоса, может сделать шедевр. И с этим шедевром он не будет никуда искать, потому что все ответы, как в ребенке, все оно есть. Это уже будет мудрый человек, который напомнил и вернул себе просто инструмент, просто надо почистить его от пыли. Он в каждом человеке, ему не надо бегать никуда. Конечно, а если ты его научаешь снимать сжимы, стрессы, которые у него накопились, освободиться от этого шлака, почувствовать себя творцом, творцом, об этом говорит хорошо в потоке, о потоке своем, Чинскен Михаи, очень хорошо говорит, войти в поток. А я тебе пришлю видео, я вообще всем советую, кто еще не видел, о потоке, видео там посмотреть в ютубе, Михаи Чинскен Михаи, да. Венгр, сам он профессор психологии, где-то в Америке преподает, его знает весь мир. Он изучал, почему люди счастливые бывают и почему не счастливые. Оказывается, по его изучению, он 60 лет изучал, которые заняты любимым делом, например, писатель, композитор, музыкант, певец, когда он занят любимым делом, он настолько в него погружается, и в какой-то момент он выскакивает из рутины, из этих шаплонов, выскакивает, и возникает поточное состояние, когда ему сама природа помогает, и он там композитор, если говорить метафорами, прямо слышит музыку, ему надо только записывать. А художник там, вот я рисую, я войду в это состояние энтузиазма, он называет это экстазм творчества. Твоей рукой как бы водит Бог, да, но это же вот то, чему ты учишь. Конечно, это же, Хасай, это же то, что мы любили в детстве. Мы же любили в детстве, и просто иногда родители обращают на это внимание, как вот у Моцарта, например, говорили, что в принципе особо не обращал родитель, но потом, когда он увидел, что он когда садится за рояль, и родители говорят, о, и тогда он начал показывать, что папа, смотри, как я могу, и он начал тогда, а иначе, если бы папа не обратил, в смысле, он не пробовал вот этого поддержки, где папа, вот это, вот это, он попал на фортепиано, и только тогда. Это же наше любимое занятие было. В принципе, вот эти игрушки, кто-то лечил, кто-то конструировал, кто-то, девочка, в каких-то, девочка вот недавно разговаривала, она говорит, а я любила в машинке играть, поэтому, вот то, что нам, мы верно возвращаемся просто к своей сказке, то, что мне нравилось нам заниматься, и это нам возвращается. Слух, своей природе, генетически заданной, поэтому я всегда говорю, что счастье, это в раскрытии своих способностей, потому что этим лежит весь вектор нашей эволюции, который тысячу лет, когда мы это отпускаем, раскрываем, убираем эти блоки сознания и организма, мы открываемся, как творец. Ну, конечно, конечно, Бог в человеке, это творчество. Конечно. Давай мы еще раз с тобой потом встретимся. Хорошо. Это очень всем будет и приятно, и полезно, и интересно. Ну, да. В нашей школе, и все будут теперь ожидать, когда мы еще раз с тобой встретимся. Может, у них вопросы возникнут. Пожалуйста, пожалуйста, набирайте там, скажи, пожалуйста, свой адрес, где они могут с тобой познакомиться. Сейчас я провожу консультации, в принципе, они тоже могут попасть туда, где я объясняю каждому причины его зажимов, почему у него сейчас не получается выражать свои мысли, например. Волноваться, когда вышестоящие руководители терятся, голос дрожит, когда в доме кричат на детей, например, почему это происходит. Вроде чувствуют, что не надо, а не получается. То есть умение управлять голосом каждый может научиться. И вы спросили, сколько времени занимает всего меньше месяца. Отлично. Значит, подскажи ссылочку, куда, чтобы кто заинтересовался, зайдут с этими вопросами, с просьбами и так далее. А я всем хочу сказать, что мы занимаемся одним и тем же делом. Мы помогаем людям снять страх, паники, нервномышленные зажимы. то, собственно говоря, чем все великие учителя всю жизнь занимаются тысячи лет. Они этим занимаются каждый в своей области. Да, да, да. Каждый в своей области этим. приходят к одному и тому же механизму. Вот сегодня через голос пришли опять к саморегуляции. Конечно, к состоянию внутренней свободы. Глубинная уверенность и глубинное спокойствие. Вот это то, что просто поселится опять тогда, когда и было, когда мы маленькие мечтали и думали, для нас быть волшебником, быть космонавтом вообще не проблема. Да, и вот сейчас мы по существу учим взрослых людей, опять быть такими, как дети, как дети, но при этом сохраняя взрослый опыт и ум. Да, как сказано, да. Соединение взрослого опыта и ума с детской своей естественностью и чистотой непосредственности, вот это соединение. по существу есть человек будущего, потому что больше и больше людей научаются постепенно регулировать свое состояние в зависимости от своих желаний, мечтаний и целей. Да. И при этом сохранять гармонию в себе и с миром. Чтобы комплектов меньше было, лекарств было меньше нужно, чтобы агрессии было меньше нужно, чтобы здоровье люди были. Внутри было тепло, да. Святой Франциск говорил, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Вот мы ради чего мы, собственно говоря, и встретили. Спасибо, Дмитрий Я тебя очень полюбил по-человечески. Я тебе желаю здоровья. Желаю море учеников, море, море учеников. Устанем справиться бы, да. Давай мы еще раз потом, через некоторое время опять встретимся уже на другом уровне. У меня там формула ФА, я сейчас даю, там формула ФА, как бы отбирать индивидуальные упражнения с микрогимнастики, для того, чтобы то, что раньше по ключу делал там человек, допустим, за пять минут, теперь мог за минуту сделать и решать две задачи. Многозадачность в условиях неопределенности. Как раз то, что сегодня всех волнует. Ну да. будет завтра. И риски, и угрозы. А чтобы человек себя сохранил человеком, да, как говорил Горький человек, это звучит гордо, а не так, да. Да, и раскрывал свои творческие качества, да. Я тебе подружески в щечку целую. Хорошо. Очень приятно быть. Благодарю. Спасибо большое. От всей нашей школы спасибо. Благодарю. Спасибо.